Мир не изменится, если мы не начнем с себя. Добро не появляется из воздуха. Его кто-то должен сотворить. Вместе мы это можем. Каждый вторник в 16 часов в эфире Радио Болтком. Программа «Зеленая лампа». А те, кто без нас не справится с бедой. И для тех, кто хочет помогать. Включи зеленую лампу, сделай звонок на благотворительный телефон. И подари надежду. Телефон для благотворительных звонков. 9-3-0-6-3-84 Вплата за звонок 1 евро 42 цента. Здравствуйте все-все-все, кто нас слушает. Сегодня вторник. День добрых дел на Радио Болтком. И в эфире, как обычно, программа «Зеленая лампа». Программа о тех, кому нужна наша помощь. И для тех, кто хочет помогать. И ведут ее сегодня Ольга Авдевич. Добрый день. Я Рита Трошкина. И у нас гости в студии. Актер Рижского русского театра драмы имени Михаила Чехова. Никита Осипов. Добрый вечер. Нам давно и хорошо известный. И гитарист театра. Гитарист театра Николай Груничев. Добрый вечер. Они работают вместе. Репетируют вместе. И у них есть свои проекты. И они расскажут нам сегодня и о театре, и о своих каких-то идеях. Да? Да. Спасибо, что вы к нам пришли. Спасибо, что пригласили. А помогаем мы сегодня. Программа «Зеленая лампа» включается для маленькой совсем девочки, четырехлетней. Ее зовут Марта. Марта Виксниня. Она живет вдвоем с мамой. Маму зовут Иоланта. И им очень нужна помощь. Потому что диагноз девочки – очень редкое тяжелое генетическое заболевание. Называется синдром Ретта. Но в чем оно заключается? Что сначала ребенок развивается нормально, и все хорошо. А потом через несколько месяцев буквально начинается регресс в развитии. И вот так Марта, которая родилась четыре года назад, и начала ползать уже, и начала говорить какие-то звуки, пыталась какие-то слова произнести. У нее все это остановилось, замедлилось. И сейчас она не говорит вообще, и никаких движений она делать не может. И чтобы нормально ребенку дать какую-то помощь, нормально развиваться, мама делает все-все-все возможное. И наш телефон подключен к счету помощи Марте на покупку двух медицинских устройств. То есть два таких приспособления. Наука шагает вперед. И вот мы были просто даже сами удивлены, что изобретены такие вещи, которые могут вообще творить какие-то вообще нереальные чудеса. То есть девочка, у нее слабенькие мышцы, не работают ручки, и говорить она не может. Для того, чтобы мама с ней коммуницировала, то есть мама, она даже не может кивнуть, да или нет. То есть вот ты хочешь кушать, да или нет. И есть такое устройство альтернативной коммуникации. Называется так PCEI mini, визуальный навигатор. То есть представьте… Айтрекер еще называют. Да, оно крепится к экрану телевизора или к экрану компьютера. И там выводится на выбор, например, что ты хочешь, есть или пить. И девочка глазками смотрит на экран, и мама видит по сигналу, что она хочет пить. Или там, что ты сейчас хочешь, яблоко, банан, кашу или блинчик. Вот, выводятся картинки на экран, и она показывает взглядом, и мама понимает, что у тебя болит, ручка, ножка или голова, да. Она смотрит на экран и понимает. То есть для мамы это просто как полет в космос, технология такая. Стоимость этого прибора вообще волшебного, как мы считаем, соли – 3200 евро. И еще одно устройство, которое очень нужно этой малышке, называется оно вертикализатор. Это более знакомое устройство, это такая сложная система, которая закрепляет тело ребенка и позволяет его усадить и вертикально поставить, чтобы не атрофировались мышцы. Стоимость этого прибора – 3880 евро. И вот на эти цели мы постараемся собрать деньги, чтобы помочь этой маленькой семье. Потому что мама живет с Мартой, они живут вдвоем, и мама одна ее растит и лечит. И папа у них умер после тяжелой болезни, когда девочке было всего годик и три месяца. То есть поставили диагноз, неожиданно, онкология, и он ушел буквально за несколько месяцев. Она осталась одна. Как говорят, беда одна не приходит, но в данном случае мы чем-то можем помочь этой замечательной женщине Аланти и ее маленькой 4-летней дочке Марти. Наш телефон 9300-6384 работает всю неделю до следующего вторника для 4-летней Марты. Стоимость звонка – евро 42 цента. У нас сегодня 1 декабря. Да, и мы напоминаем, что у нас в гостях актер нашего любимого театра Никита Осипов и гитарист этого же театра Николай Грунчев. И почему они вместе? Потому что они вместе работают и делают программы. И дружат, наверное, да? Да, да, да. И сегодня, вы знаете, они сюрпризом пришли. Они приготовили нам первый зимний сюрприз. Чтобы у всех было хорошее настроение, чтобы все, посмотрев на снег, который лежит за окном, улыбнулись. И сложился хороший день и хорошая неделя. Да, мы споем песню, которая называется «О снег идет». А снег идет, а снег идет. И все вокруг чего-то ждет. Под этот снег, под тихий снег, хочу сказать при всех. Мой самый главный человек, взгляни со мной на этот снег. Он чист, как то, о чем молчу, о чем сказать хочу. Кто мне любовь мою принес, уаппора, Наверно, добрый Дед Мороз. Когда в окно с тобой смотрю, Я снег благодарю. А снег идет, а снег идет, уаппора, И все мерцает и плывет. За то, что ты в моей судьбе. Спасибо, снег, тебе. Спасибо, снег, тебе. Спасибо, снег, тебе. И вам спасибо. Очень-очень порадовали. И действительно настроение хотим, чтобы у всех было хорошее. С вашим этим подарком, с песней. Мы напоминаем, что Никита Осипов, он известен тем, что не только актер, но он еще и поет замечательно и очень часто, а также играет на нескольких музыкальных инструментах, на ударных, на ксилофоне, на контрабасе, на фортепиано, да? Да, все верно, да. Вот так. Но в основном на контрабасе все-таки. Большей частью на контрабасе. И вы можете и в театре его тоже услышать. Ну, а с Никитой вообще... Никита – давний друг нашей программы. Познакомились мы с ним. Это сейчас у нас он актер нашего театра. Уже не первый сезон. Да, третий уже пошел. Третий сезон в театре. А познакомились мы, когда Никита был еще студентом. Все верно. Никита – выпускник ГИТИСа. Да. Значит, и он участвовал во всех наших благотворительных акциях, концертах. И все наши благотворительные инициативы, наша программа всегда откликался и просто в первых рядах. Да, всегда получалось. Вот в основном это были летом такие мероприятия. Когда были каникулы. Да, да, да. Вот, Никита, скажи, почему для тебя это важно? Ты действительно очень душевно как-то откликался. Не дежурно, а просто всей душой. Я вот не знаю, может быть, такое воспитание. То есть у меня не было даже какой-то мысли, сомнения, отказаться или я не могу. А вот звонят, просите, и я, конечно, сразу иду. Почему бы и нет? Ну, ты какую-то радость от этого получаешь, очевидную, участвуя в таких проектах. Ну, конечно, ты же понимаешь, что это для конкретного человека. И если вот та же песня, которую я спою или что-нибудь прочту, оно поможет, то, конечно, я обеими руками только за. А еще, Никита, известен зрителям, которые смотрят спектакли на театральном фестивале «Станиславский ЛВ». Это студенческие дипломные спектакли ведущих вузов театральных. Никита ведущий этого фестиваля. Да, все верно. То есть можно сказать, ты лицо этого фестиваля. Ну, можно и так сказать. Но я хочу сказать, что я сначала не был ведущим. То есть там они сначала менялись, а потом вот на четвертом курсе, когда у нас уже были дипломные спектакли, мы привезли, и Наташа Сахарят, руководитель этого фестиваля, она нас пригласила, мы показались. То есть я первый раз попал студентом? Да, как участник. То есть я был сначала участником, и вот меня, можно сказать, повысили до ведущего. А ты помнишь, какой студенческий спектакль вы привезли в первый раз в Дигу? Да, у нас это была «Капитанская дочка» по Пушкину, и у нас был класс-концерт на пороге сцены. И мы тоже всегда не устаем благодарить фестиваль Станиславский ЛВ, потому что наши подшифтные участники нашей программы, вот кому мы помогаем, некоторых мы ведем, можно сказать, уже несколько лет. Это вот и Катя Лебедева, и Лера Якимова. Они постоянные зрители, самые благодарные, самые счастливые зрители. Да-да-да, все верно. И даже у Леры была аж персональная выставка во время фестиваля. Да, в рамках фестиваля. И, кстати, сразу после этой выставки начался локдаун маленький этот у нас. В марте, да, точно. Но закончился фестиваль, и после этого нас немножко закрыли. И Лера, кстати, очень благодарный человек, и она сегодня увидела анонс, что гостем программы «Зеленая лампа» будет Никита Осипов, и позвонила и сказала, передайте, пожалуйста, Никите огромный привет от меня. Она даже позвонила, я не знал. Я видел, там на Фейсбуке она написала, что обязательно попросите, чтобы он спел. Да, что она сказала, что очень любит твои песни. Лерочка, спасибо тебе большое, пользуясь случаем, хочу тебе сказать, передать тоже взаимный привет. Мы обязательно с тобой встретимся, когда закончатся все эти такие трудные времена. И обязательно-обязательно давай общаться, ну хотя бы через Фейсбук. Да, да. Вот интересно, вот ты сказал, что тебя так воспитывали, да? На доброту как-то заточенность такая была. Специально как-то учили доброте? Ну нет, я думаю, что это такое что-то... Нет, ну не было так, что прям так, вот надо помогать людям и точка. Не говорили? Нет, нет, я думаю, это как-то своим примером родители показывали. То есть если кто-то обращался к семье, то обязательно помогали, если надо какую-то денежку, тоже обязательно давали. То есть это с детства. А ты же видишь, как родители себя ведут, и это где-то там откладывается, и возможно оно... Ну, откладывается, накапливается, накапливается, и... Количество переходит в качество. Мы Николая тоже спросим об этом, как вот вы относитесь к таким вот вещам. Всегда благотворительные какие-то выступления всегда в первую очередь идут. Ну, даже такой феномен уникальный, можешь посодействовать прямо этому, поиграть как-то. Я вот хочу дополнить Николая. Мы вместе же участвовали во время локдауна, уже участвовали в благотворительном таком вечере по Зуму. Значит, Наташа Михайлова к нам обратилась в театр с просьбой. Наташа Михайлова – это бывший главный редактор радио «Болтком», который сейчас занимается важными социальными программами помощи пожилым людям. Да, да, все верно. Для дома, социального дома «Мэштемс», где живут престарелые люди, одинокие, они придумали проект. Расскажите, пожалуйста. Она, значит, придумала онлайн-концерт по Зуму, то есть собрали всех… Бабушек-дедушек. Да, бабушек-дедушек, которые живут там вот в этом доме, и нас транслировали по очереди, там какие-то известные артисты латвийские участвовали, и из нашего театра вот… Вы тоже известные латвийские артисты. Да, больше в русской аудитории, но тем не менее. Значит, Дана Юрьевна участвовала, вот и Коля тоже участвовала. Мы вместе исполнили там песни из спектакля «Вот комната эта» по песне Макуджавы, и я исполнил там песню тоже из одного спектакля, такого нашего новогоднего концерта «7 тысяч километров над землей». Из репертуара Сюткина спел песню. Вот, знаете, хотим прямо подчеркнуть сейчас, что спасибо вашему театру, потому что всегда актеры вашего театра участвуют в очень многих благотворительных мероприятиях и всегда очень откликаются. Здесь просто у нас низкий поклон и огромная благодарность от имени наших всех радиослушателей. Спасибо вам, что зовете. Я думаю, что, конечно, все, никто не откажется. И вы знаете, у нас не будет перерыва на рекламу. Вместо рекламы мы объявим итоги прошлой недели. У нас был очень такой важный проект. Мы его продлевали еще на неделю. И помощь Егору Матушонку в рамках «Зеленой лампы» проходила целых две недели. Это 34-летний рижанин, у которого диагноз онкология. И наши врачи здесь, в Латвии, уже, в общем-то, исчерпали все средства. Сказали, что больше они ничем помочь не могут. Значит, и Егор и его невеста Катя нашли возможность в клинике Мюнхена, где врачи взялись сделать операцию, назначить лечение с химиотерапией. В общем-то, и, как сказать, приговор отменили. Это была очень хорошая новость. И мы собрали деньги практически на 4 химиотерапии и монотерапии. Стоимость каждого курса 8200 евро. И собрано 30 тысяч 13 евро. Спасибо всем огромное. Это огромная сумма. Первая химиотерапия уже была сделана 26 ноября. И на благотворительный телефон поступило 8580 звонков. Вы представляете? Я всегда, когда эти цифры читаю, у меня слезы на глазах. 8 тысяч человек, более 8 тысяч человек позвонили и отправили какую-то свою маленькую душевную помощь и евро 42. То есть дело-то не в этой стоимости звонка. Просто они, не задумываясь, позвонили. И человек получил возможность выздоравливаться, бороться с этой болезнью тяжелой. Спасибо всем огромное. Да, большое спасибо. И хочу сказать, что сегодня тоже звоните обязательно. Давайте поддержим нашу замечательную девочку. Для маленькой девочки Марты это чудесная семья. У меня мама такой светлый, добрый, трудолюбивый, открытый человек. Просто вот удивительно, как она осталась такой, пережив вот все, что выпало на ее долю. Девушки, у меня будет к вам задание. Я пришел не с пустыми руками. Рита и Оля. Я хочу вот передать Марте вот такую вот новогоднюю елочку. Ой, какая прелесть. Да, так что передаю вам. Я надеюсь, что вы передадите. Из чего у нас делаем? Я забыла сейчас, как называется этот камень. Но он очень сильный. Как мне рассказывали, он получает энергию с космоса. И он очищает вокруг пространство, очищает энергию. И я вот надеюсь, что... Они будут очень рады. Песня называется «Тайна» из репертуара «Утесова». Отчего ты спросишь? Я всегда в печали. Слезы подступая, Льются через край. У меня есть сердце, А у сердца песня, А у песни тайна. Хочешь, отгадай. У меня есть сердце, А у сердца песня, А у песни тайна. Тайна — это ты. Для того, кто любит, Трудных нет загадок. Для того, кто любит, Все они просты. У меня есть сердце, А у сердца песня, А у песни тайна. Хочешь, отгадай. У меня есть сердце, А у сердца песня, А у сердца песня, А у песни тайна. Тайна — это ты. Лай-ла-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай. У меня есть сердце, а у сердца песня, а у песни тайна, тайна это ты. Браво, браво, одно удовольствие на вас смотреть. А вот вы произнесли волшебное слово «квартирник». Сколько у вас прошло «квартирников»? Что это? Расскажите. В театре у нас появилась такая малая площадка, где практически, к сожалению, сейчас невозможно играть, потому что театры не работают, но там пространство уникальное из-за того, что зритель очень близко с артистами, и поэтому там, мне кажется, просто невозможно солгать, и там звучат душевные песни. Вот у нас уже два «квартирника» образовалось там. Я участвую с Колей вот в одном, который называется «Вот комната эта». По стихам Акуджавы. Да, по стихам Акуджавы. Да, Дана Юрьевна поёт там песни. Я играю на контрабасе. Дана Юрьевна Бьёрк. Да, директор нашего театра. И актриса. Да, по совместительству. И мы с Колей там участвуем как музыканты. Ну, даже хотя я в одной песнике там немножечко подпеваю. Доверили тебе, да? Да, доверили. Ясно. Никита, а вот в сентябре прошло очень красивое событие, да? Твой сольный концерт. Это такая премьерная, пилотная, пилотный твой личный проект. Да. Актерский, музыкальный. Назывался «Из песни слов не выкинешь». Добрые песни 60-х, 70-х годов. Вот скажи, пожалуйста, ты такой вот молодой человек, человек почему-то решил сделать акцент вот именно на добрых песнях и именно на ретро. Значит, как это все началось? Учась в ГИТИСе, у нас, значит, был экзамен по вокалу. И была задана тема «Советская песня». И, конечно, я хотел найти какую-то особенную песню. Я искал, искал, искал и понимал, так, вот эта классная песня, вот эта замечательная, это что-то такое неизвестное, но такой хит, почему никто ее не слышит? И я начал откладывать эти песни. И в итоге у меня накопилось такое огромное количество этих песен, что я понял, что, ну, в принципе, пора, надо делать концерт. Я нашел единомышленников, музыкантов, и мы вот как-то собирались, начали с лета, собирались потихонечку, и в итоге сделали вот такой вот концерт. Один единомышленник – Николай? Да. А еще кто? Значит, бас-гитара у нас была Татьяна Грунчева, жена Николая. Одно домохозяйство. Да, 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 все верно. И ударник у нас был и есть, Антон Высоцкий. И как прошел этот концерт? Ой, я... Кто зритель? Вот для кого вы пели? Ну, у нас было... У нас около ста человек собралось на этом концерте, Какого возраста? Абсолютно разного. То есть вот мне интересно, ретро интересует только возрастную публику или молодежь тоже была? Нет, молодежь тоже была. То есть потому что мы же все-таки не исполняли точно так же, как тогда пели эти песни. Мы немножко их осовременивали, да, немножко меняли где-то какие-то гармонии. То есть как мы чувствуем, как мы воспринимаем, понимаем то время. То есть потому что мы же не жили в то время, мы на самом деле не знаем, как оно было. Ну, вот у меня есть какое-то представление, и вот мы как-то на ощупь, в основном, начинали мы вообще с Колей, да, и сначала под гитару, собственно, как и сегодня. И я ему говорил, давай как-то попробуем, может быть, что-то в басанове попробуем, может быть, здесь какой-то аккорд, что-то начнем с одной ноты. И как-то вот оно закрутилось, завертелось. А что вам самим нравится в этих песнях? Чем они подкупают? Вот тебя и Николая? Такой какой-то честностью, открытостью. И в них какая-то есть простота, но она не в плохом смысле слова, а наоборот в хорошем. То есть как-то в них есть такой позитив, который, как мне кажется, вот сейчас он нам очень необходим. У меня даже вот есть о мыслях, вот вы не зря спросили про квартирник, мне хотелось бы перенести вот этот концерт, и я думаю, что это случится в театре, и я сделаю квартирник вот этим песням у нас в театре. В таком душевном камерном формате. А вот перечисли, и из чьей песни, из чьего репертуара? Значит, там Шульженко, Утесов, Магомаев. Кристалинская. Да, Кристалинская. Коля, подсказывай, кто у нас там еще был. Ты не знаешь. Аида Ведищева. Да, Аида Ведищева. Из ранней Пугачевой. Песни, которые там никто не знает, не помнит даже. Хотя были и те, кто узнавал, подпевал. А что за песня? «Как бы мне влюбиться». Да. Эта песня еще до ее популярности, она была в 66-м году написана. На самом деле, это не просто концерт был. Я между песен, я рассказывал, это было мое такое посвящение тем артистам той эпохи. То есть мы даже играли такую вот гадайку. Я там, в том месте, где мы играли, там были огромные-огромные экраны на 360 градусов. И мы могли поиграться немножко еще с визуализацией. Я нашел вот портреты. И перед песней появлялся на заднем фоне огромный портрет. И мы играли вот со зрителями. Я говорил, вы помните, кто это? Отгадайте. Да. И кто-то знал, кто-то не знал этих артистов. Кто-то впервые вообще их видел и слышал эти песни. И я об этом рассказывал. Я рассказывал судьбу этих песен, потому что в советское время нужно было пройти какие-то инстанции, то есть чтобы одобрили песню или текст. Вот бывало так же. Вот с песней Май Кристалинской. Песня называется «В нашем городе дождь». Там у этой песни была очень такая непростая история, потому что она изначально ее спела. В итоге зрители начали писать письма о том, что эта песня навевает грусть. Не надо нам таких песен, да? Да, не надо нам таких песен. Не марш энтузиастов, да? Да, да, да. И там поменяли текст, забрали у Кристалинской эту песню, отдали другой артистке. Эта песня прозвучала в другом, в исполнении, немножко с измененным текстом в кинофильме. Не помню, как он называется. Но в итоге, правда, восторжествовало. И Кристалинская все-таки потом, в последние годы, все равно исполняла эту песню. И вот в дань памяти ей мы исполняли эту песню. Здорово. Давайте Николая спросим, а что вам нравится в этих песнях? Чем они подкупают? Ну, гармонии, Коля. Гармонии. Ну, их было сразу легко играть, когда мы их учили. И они быстро учатся, потому что там... Они вроде как простые, но там все очень слажено хорошо. И тексты, и мелодии с гармонией, все как-то органично выходит. И они такие, они сразу получаются играть. Сразу в сердце попадают. Нет никакой сложности, замудренности. И очень прямые. Ну, вот мы вам желаем, чтобы этот проект продолжился у вас на разных площадках. На больших, на маленьких, на камерных и так далее. Чтобы когда все это закончится, а скоро оно все у нас закончится. Да, я верю. Вот эта ерунда вся. И тогда мы будем слушать вас. Приходите, слушайте вас для настроения. Да, и напомним, что программа эта будет называлась и будет, мы надеемся, называться. Из песни слов не выкинешь. Добрые песни 60-х, 70-х годов. Добрые песни. А у нас добрая программа в рамках дня Добрых дел на радио Болтком. И программа эта посвящена 4-летней девочке Марте. Ее маме Иоланте, которая воспитывает девочку, одна. Потому что... Как сейчас нас слушают. Да, когда Марта родилась, через несколько месяцев папе вдруг неожиданно поставили диагноз, от которого он ушел. И вот знаете, меня что поразило в этой маме больше всего? То, что она действительно очень красивый, такой светлый человек. Похожа на фею с белыми волосами, с распахнутыми светлыми глазами. Оптимистка. И вот она рассказывает нам, что приходит бабушка, берет Марту на ручки, а Марта не может сидеть, она лежит. Поэтому ей нужен вот этот вертикализатор. Прижимает ее к себе и плачет, что бедная наша Марта. Ну вот такой вот ребенок в семье. И мама говорит, я ей говорю, прекрати, какая бедная. Она, мы ее любим, да. У нас есть крыша над головой, а живут они в маленькой однокомнатной квартирке с печным отоплением. Она сама заготавливает дрова, но при этом все очень красиво, да. Такие, не знаю, там, вот она сама с таким вкусом и как вот дизайн там интерьера, все замечательно. И она говорит, мама, у нее сейчас ничего не болит. Она не кричит, не плачет, да. То есть вот этот вертикализатор, он еще нужен, чтобы потом не было спастики мышцы, чтобы вот не было этих болей, да. И все будет хорошо. А вот кому плохо, это детям, которые в больнице, в онкологическом отделении. И она смастерила, как вот, ну она занимается рукоделием, она придумала такой модуль. Она делает очень красивые маленькие, не скворечники, кормушечки для птиц. Кормушки для птиц в виде домиков. И она сделала несколько кормушек и отвезла в онкологическое отделение детское для деток. Она их подарит онкологическому отделению, и чтобы детки тоже смотрели и радовались этим птичкам. У нее у самой такая кормушка за окном. Как она рассказала, когда я кормила маленькую Марту, а Марта сама ложку держать не может, она говорит, я ее кормлю, она ротик открывает, я смотрю на этих птичек. И вот птички точно так же вот клюют и кормятся, как и моя Марта. Потому что я свою дочку тоже зову мой птенчик. Ну маленькая, очень милая. И вот у нее пришла эта идея. Вы можете посмотреть на эти кормушки замечательные. Нам кажется, Соли, что это просто прекрасный подарок к Рождеству и к Новому году. Ее можно собрать вместе, родители вместе с детьми могут собрать, укрепить очень красиво. И прилагается карточка с рисунками птиц латвийских маленьких. Нужно раскрасить, то есть это такое вот как-то творческое. А я хочу… На страничке… Страничка «Аммайня» называется. «Аммайня» А «Ам» почему? «Ам» – это было последнее слово, которое девочка перед вот этим регрессом произносила. Когда она ее кормила, она говорила «Ам, ам». И сейчас она не говорит. Ну, это редкое генетическое заболевание, таких деток в Латвии не больше десяти. То есть прогнозы по генетическим заболеваниям давать сложно, да, но, как мы всегда говорим, да, нельзя это вылечить, но облегчить жизнь конкретной семьи, да, конкретной мамы, конкретных там двух бабушек и конкретного ребенка. Да, да, мы с вами можем. И в подробности этой истории на страничке «Зеленая лампа» на Фейсбуке и на сайте MixNews.lv. Там также есть там счет помощи, который открыт в благотворительном фонде BeOpen. Я хочу сказать вот еще про Марту. То, что вот Рита мне показала перед эфиром фотографию, и я не могу не отметить, что эта девочка, она очень красивая. Как принцесса. Да, настоящая принцесса. Она глубоглазая, у нее очень длинные красивые ресницы и длинные-длинные волосы. Ну, просто красавица. Поэтому я обращаюсь ко всем, кто нас смотрит, слушает, пожалуйста, ну хотя бы один звоночек, просто это ничего не стоит, 1 евро 42, ну просто почувствуйте, я думаю, что это принесет хоть какое-то ощущение, что вы можете действительно помочь, а такая сумма, но она действительно небольшая. Реально, вот два этих аппарата чудесных, волшебных, они в общей сложности стоят 7 тысяч, точно у нас написано в статье, и они очень-очень облегчат жить, потому что вертикализатор, это мини-вертикализатор, у них очень крошечная квартирка, и стульчик для девочки, и еще какое-то отдельное приспособление, там просто не поместятся. А в этом вертикализаторе как два в одном все соединяется, и мама очень надеется, что у них будет этот волшебный прибор, аппарат, который закрепляет тело и позволит девочке двигаться. Я тоже очень верю и надеюсь, что мы вместе соберем нужную сумму, поэтому обращаюсь еще раз ко всем, ко всем, ко всем, звоните, 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 пожалуйста, хотя бы один звоночек. 9-3-0-6-3-8-4, евро 42 цента за звоночек. Никита, вот ты в нашем Рижском русском театре уже третий сезон играешь, и вот сейчас ты и все твои коллеги попали в такой карантинный переплет, когда все затормозилось, заморозилось, неизвестно, что будет дальше. Вот как ты себя настраиваешь по поводу будущего? Вот твои спектакли «Квартирник», еще «Граф Монте-Кристо». Да, «Граф Монте-Кристо». Вот у нас сейчас была последняя премьера, крайняя премьера. Да, есть такая байка у артистов. Крайняя, нельзя говорить, последняя. Это случилось в Виши, мы выпустили драматический спектакль, его режиссер Сергей Анатольевич Коломазов, наш художественный руководитель. Там я играю официанта, такая роль. Ну, мой персонаж там, он практически на протяжении всей пьесы находится, там, на сцене. У нас там такие сложные, сложная ситуация там происходит. Это 1942 год, Виши. Никто еще не знает, что произойдет и что будет в Германии. И мы успели выпустить эту премьеру, и вот как раз начался вот этот второй локдаун. Но мы не отчаиваемся, потому что пока еще репетировать можно, то есть мы собираемся сейчас в театре, вот мы надеялись на лучшее. На расстоянии репетируете? Да, в масках. На прошлой неделе репетировали наш новогодний концерт «Рейс 2019-2020». То есть вы настроены, что новогодний концерт все равно вы зрителям когда-то покажете? Может, в апреле, в марте? Ну, хотя бы, да. Вы знаете, у нас в прошлом году, мы в прошлом году выпустили этот концерт, и он настолько был успешен, что решили сделать шуточку, и 1 апреля собирались его сыграть, как такое напоминание. Но, к сожалению, оно не состоялось, но, может быть, это и весной состоится. Ну, ничего, когда там у Петра Первого Новый год был? 1 сентября. Так что можно вспомнить исторические традиции. Да, ну вот как раз. Потому что я сейчас шла по Старому городу, остановилась около театра, посмотрела афишу, и там прямо с 1 декабря, 1, 2, 8, 12, 13, 29, 30, то есть буквально через день вот этот вот рождественский концерт стоял в планах. Да, 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 он должен был состояться. Так что мы готовились, собирались, репетировали. Но он еще состоится, в этом нет сомнений, это точно. Пройдут эти все такие наши трудности общие, мировые, и обязательно мы будем радовать зрителей. Мы все знаем, что так и будет. Да. И даже не допускаем никаких сомнений, потому что вот и люди у нас чудесные совершенно. Никита, а вот интересный был такой проект, видеоролик к Дню независимости Латвии, да? И у тебя там тоже была такая роль, ты по сюжету, у тебя был сюжет про благодарность. Да, все верно, да. Вот расскажи, почему тебе такой прекрасный сюжет достался, и кого ты там благодарил? Ну, значит, во-первых, у нас был выбор, то есть нужно было выбирать. Позвонил наш руководитель завтруппы, Александр Борисович, и говорит, вот нужно, у нас будет такое вот видео, хотим сделать. И дал на выбор какие-то темы. Ну, я когда услышал эту тему, что благодарить врачей и все службы, которые сейчас продолжают работать, и доставка еды, и просто доставка, и я понял, что... Ну, во-первых, я пользуюсь этими службами. Все пользуются. Ну, вот именно мы все, поэтому сказать этим людям спасибо, ну, для меня это какая-то, ну, даже честь, потому что... Ну, действительно же непростое время. Врачи сейчас точно на износ. С ног сбиваются. Да, абсолютно точно, потому что вот у меня сейчас у бабушки была там, ну, такая достаточно серьезная операция, ей нужно было делать ее в срочном порядке, и она сказала, что там просто... Ну, они как могут, столько пациентов, и как могут, просто, ну, как обслуживают, помогают, и не успевают справляться со всеми. Давайте сейчас еще раз скажем спасибо. Да, хорошо, да, я считаю, что это правильно, никогда не стоит стыдиться какой-то благодарности, и всегда нужно это делать, поэтому хочу поблагодарить всех врачей, всех медицинских работников, все службы спасения, полицию, всех тех, кто обеспечивает нормальный такой образ жизни, что мы продолжаем, функционируем, государство функционирует, если есть какие-то вот заболевания и трудности, то врачи всегда придут нам на помощь, поэтому спасибо всем большое. А также водители общественного транспорта, а также продавцы, которые на посту находятся. Да, 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 это правда. А можно мы еще добавим большую благодарность всем мамам, деткам, о которых мы рассказываем, потому что это удивительные люди, и мы вот считаем, что не только мы с вашей помощью им помогаем, но они нам помогают что-то в себе сохранить очень важное, да, то есть когда вот это происходит, сердце открывается у каждого человека, и что-то, наверное, меняется. Может быть, именно поэтому не так страшно все, как могло бы быть, да. Спасибо вам, дорогие мамы, за вашу стойкость, мужество и за вашу любовь. Знаете, есть еще такая техника придумывать, за что мы благодарны каждому дню. Вот, например, Никита, за что ты благодарен жизни, если взять сегодняшний и вчерашний день? Что хорошего произошло у тебя? С кем ты встретился? Подумать. Да. За что ты благодарен? Ну, вчера у меня был выходной, поэтому я благодарен сам себе за вчера, что я уделил себе время, а сегодня я благодарен всем тем артистам, с которыми я встретился сегодня на репетиции, и несмотря ни на что, в масках, на расстоянии, но мы все равно репетировали новогодний спектакль «Снежная королева», встречались, вспоминали танцы, там даже у нас некоторые воды в этом спектакле. И спасибо им, спасибо этому дню за встречу с этими действительно талантливыми, ну, можно сказать даже, ну, в хорошем смысле, отчаянными людьми, которые… Тоже все на своем посту. Да, все на посту, и вот мы репетируем и готовимся, надеемся к тому, что скоро-скоро-скоро мы откроемся. Николай. Если брать сегодняшний день, да, прям сегодняшний день. Я параллельно даю уроки по гитаре еще, педагогически действием занимаюсь. У меня сегодня порадовал ученик один. Ну, да, это отлично. Так, ну расскажи, чем он выучил. Выучил, наконец-то. Вот, и парень прямо играет, да. И с сентября начал, как начал заниматься, что-то щелкнуло, по-моему, восьмой класс. Как его зовут-то? Михаил Багров. Вот Михаил, привет тебе передаем. Начал заниматься, играет. Я написал ему для него, он учит такую мелодию одну, написал ему фонограмму специально. Люблю ученикам помогать, пишу какие-то интересные фонограммы, чтобы им было веселее просто играть. Не только не под метроном, а как вот такой вот. И по ним видно, они любят играть в ансамбле. Ну, это здорово. В глазах загорается. Еще и смену себе воспитываете, или там партнеров, да, по сцене будущих. У нас программа к концу подходит. Спасибо всем, кто с нами сегодня был. И мы благодарим тех, кто позвонил по телефону 9306384, чтобы помочь четырехлетней маленькой Марте, ее маме и Аланте. И давайте последний ваш сюрприз, с которым мы пришли. Да, я, во-первых, хочу поблагодарить всех тех, кто уже позвонил, и агитирую тех, кто еще не позвонил. Обязательно позвоните. Вот мы, эфир заканчивается, но всю неделю еще можно будет звонить, поэтому... И днем, и ночью. Да, и днем, и ночью. Звоните, звоните, и это действительно поможет. А песня, следующая, которую мы исполним, завершающая, она называется «Улыбнись». И я всем желаю хорошего настроения в этот день, и дарите родным и близким улыбки. Ну что, так робко стоишь, о чем задумалась ты опять? Звучит знакомый мотив, зовет он нас танцевать. Спеши, ведь песня не ждет, она вокруг все зажгла. Если сердце поет, то не нужны слова. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Тебя зову, слышишь песней своей. Ну улыбнись поскорей. К чему мечтать о весне, к чему мне ждать, что пришла она? Ее заменит вполне твоя улыбка одна. Спеши, ведь песня не ждет, она вокруг все зажгла. И если сердце поет, я подскажу слова. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Тебя зову, слышишь песней своей. Ну улыбнись поскорей. Когда танцуешь со мной, душа тобою полна. Пусть твое сердце поет, я подскажу слова. Пусть твое сердце поет, я подскажу слова. Пусть твое сердце поет всегда. Спасибо вам большое за эфир. И желаем всем улыбнуться сегодня. Обязательно такое задание всем радиослушателям. Когда вы встретите, сегодня вернетесь домой, или вот сейчас просто выйдете в комнату или на кухню, и встретите кого-то из своей семьи, родного и близкого, пожалуйста, улыбнитесь. Вот такое вам задание от Никиты Осипова и его песни. Да-да-да, всем хорошего вечера. И еще говорю напоследок, позвоните, и вам все вернется в десятикратном объеме. Мир не изменится, если мы не начнем с себя. Добро не появляется из воздуха. Его кто-то должен сотворить. Вместе мы это можем. Каждый вторник в 16 часов в эфире Радио Болтком программа «Зеленая лампа». А те, кто без нас не справится с бедой. И для тех, кто хочет помогать. Включи зеленую лампу, сделай звонок на благотворительный телефон. И подари надежду. Телефон для благотворительных звонков. 9-3-0-63-84. Плата за звонок 1 евро 42 цента.